дорогие друзья я приветствую вас меня зовут юрий коновалов эта программа последнее время в которой мы поговорим сегодня об очень важном событии происшедшим в истории всего человечества сын божий стал сыном человеческим чтобы сыновья человеческие стали сыновьями божьими господь послал в этот мир своего сына понимая что без этой искупительной жертвы божьего человека в котором не было греховного днк мы не сможем выжить мы не сможем противостоять дьяволу в этой земной жизни господь так возлюбил мир что отдал своего единственного сына праздник рождества христова это потрясающее проявление божьей любви и ревности которые сегодня мы отмечаем и празднуют и этому посвящена эта проповедь откройте свое сердце и будьте предельно внимательны к слышанному слову божьему увидимся в конце программы знаете часто мы как христиане или как скажем так как проповедники мы пытаемся как можно больше говорить о сервисе который дает иисус мы говорим о том что он может когда он даст при каких обстоятельствах но вы знаете это очень непростительно если бы забываем о самом виновники торжества о самом искупителе который родился на эту землю да он принес много благословений но было бы непростительно если бы мы только говорили о подарках которые есть в его руках в его жизни но забыли о нем самом как о личности потому что сегодня знаете сатана устремил всю возможную скажем так информацию которая есть царствовать мы против того чтобы люди знали правду о рождении иисуса все что только можно было мобилизовать мобилизовать сатана это сделал и знаете сегодня он пытается умолить значимость и рождества иисуса христа в этом мире однажды я даже видел видеоролик когда в америке который вместо праздника крисмас так звучит да крисмас рождество христово они даже используют как иксмас то есть слово краист или христос было убрано из названия представляете это настолько как бы ну моё сердце огорчает потому что на самом деле ну представляете вы приходите на день рождения к имениннику а вместо именинника какой-то другой человек какой-то другой персонаж я всегда думал почему почему нашей украинской культуре вот рождество связано больше с какой-то нечистой силой помните эти черти ходят вечера на хуторе близ диканьки да какие-то ведьмы летают на метлах все что угродно кроме самого иисуса христа это неправильно кто-нибудь скажет драгоценный аминь вы знаете для того чтобы пролить свет для того чтобы в опять поставить иисуса на то место на котором он достоин стоять я хотел бы чтобы мы говорили сегодня о рождении иисуса христа как о том величайшем персонажи человечества из-за которого изменилась вся история человечества вся история человечества которое было до рождения и по сути рождество христово как бы стало переломным моментом и жизнь всего человечества разделилась на два периода до пришествия христа и после его пришествия на эту землю давайте вместе со мной откроем книга пророка исая 9 глава за 700 лет до рождения иисуса пророк божий увидел что-то в духе о чем он написал в послании книги исая да и мы можем прочитать эти потрясающие слова прежнее время то которое было до пришествия иисуса иисуса умолила землю завулонову и нефалимову но последующее возвеличит приморский путь за иорданскую страну галилею языческую народ ходящий во тьме увидит свет свет великий на живущих в стране тени смертной свет воссияет используют глагол будущего времени пророк исая давайте представим себе о чем идет речь речь идет о том что то безбожие то время безбожие которое было на этой земле до пришествия христа она на самом деле настолько умолила современный перевод этого слова умолила унизила унизила жизнь людей на этой земле сатана просто знаете вот как опустил ниже плинтуса каждого человека потомка адама каждый человек который родился с греховным днк внутри он наследовал эту природу которая заставляет его грешить заставляет его делать те вещи которые ему может быть где-то в глубине сердца не нравится он противится но он будучи рабом уловленным волю дьявола да не может этому противостоять и это постоянное знаете вот такое состояние когда тебя заставляют делать то что ты не хочешь где-то в глубине своего сердца это угнетает настолько и унижает вот почему пророк исая он понимал что люди уже настолько унижены сатаной настолько как бы знаете стали как половая тряпка об которой каждый день сатана вытирает ноги вытирает ноги об их совесть вытирает ноги об их на какую-то человеческую натуру внутри грех он настолько уничтожал людей что люди уже устали жить в этой тьме тьма тьмущая да здесь говорит говорит 2 стих народ ходящий во тьме во тьме живущий живущий в своих грехах которые никогда не могут на сделать человека счастливым они просто как выжили все соки как выдавлены из лимона сок просто осталась одна кожура вот такое состояние было у человечества потому что это замкнутый порочный круг невозможно было никому разорвать люди грешили знаете это не значит что бог не пытался что-то изменить нет помните иисус однажды входил в иерусалим и он прослезился и сказал такие потрясающие слова иерусалим иерусалим сколько раз я хотел собрать вас как птица собирают птенцов помните эти слова спасителя он плакал все кричали осанна сыну давидову а он стоял на поступок иерусалима и плакал почему он говорит я столько раз к вам посылал пророков столько раз они приходили для того чтобы сказать так говорит господь покайтесь живите свято потому что если вы не покаетесь придет враг со страны северной и возьмет вас в рабство и мы видим что это было рабство 70 лет вавилонского пленения до 430 лет евреи жили в рабстве египтян и это были страшные годы это было страшные отчаявшиеся люди которые уже не верили что есть бог и что что-то может изменить это рабское мышление грешника но не давало человеку как бы расправиться и вдохнуть глубоко всей своей грудью и вы знаете бог пытался однажды он вообще решил как бы сделать перезагрузку и начать новую генерацию людей на этой земле помните первый мир этот мир растлился написано помыслы людей во всякое время были зло были зло люди ничего доброго не делали не себе не друг другу а только запустив этот механизм самоуничтожения просто деградировали с каждым поколением людей что делает грех это вначале он только кажется сладким вы со мной друзья это вначале он кажется безобидным таким знаете ну в любой момент я остановлюсь в любой момент я брошу в любой момент когда мне надоест я от этого откажусь не тут-то было малая закваска заквашивает все тесто если бросить маленькую щепотку дрожжей в муку замешанную муку да это дрожжевая масса заквасит весь весь этот замес так же самая жизнь грешника поверьте друзья точно так как рыбу не нужно учить плавать птицу не нужно учить летать точно так грешника не нужно учить грешить просто он вырастет и начнет делать то что подсказывает ему пораженная греховная совесть этот вирус на уровне днк на уровне человеческого естества он заставляет человека делать неправильные вещи конечно ему не нравится конечно он назначает дату когда все изменится бывало у вас жизни такое с 1 января все обещаю муж говорит жене или сын говорит маме с 1 января вот только только пробьют куранты 12 часов все бросаю курить становлюсь хорошим человеком было у вас такое в жизни ну не курить ну что-то делать плохое было или нет друзья в моей жизни были сотни раз сотни раз я помню я был зависимый от табакокурения в первый раз мой старший брат ему было 12 лет а мне было 6 он курил за гаражом и знаете как пацан шестилетний а что это ты дым пускаешь паровозики он говорит в паровозики играю дай поиграть на и вместо соски дал мне сигарету и я в 6 лет в первый раз жизни сделал затяжку боже так стало плохо и вы знаете с того момента просто дьявол меня сделал рабом конечно я не не курил 6 лет как такой сапожник но я понял что в тот момент этот дух табакокурения вошел в мой организм и узнать и постоянно я помню назначал дату когда я завяжу с этой вредная привычка ведь минстрал дает курение опасно для вашего здоровья не знаю это было больше реклама чем предупреждение далее капля никотина убивает лошадь думаю вау наверно у меня здоровье больше чем у лошади пачку выкурил и не умер вау крепкое богатырское здоровье и вы знаете я помню как я назначал эти даты все закончу школу бросаю не хорошо не хочу превратиться в этого старого прокуренного мужика потом меня в армию призвали все иду в армию бросаю курить все только повестку получил получил разволновался достал сигарету не выдержала душа поэта все там будем бегать по 6 километров я попал в развед роту учебка ну когда курить солдату нельзя курить все бросаю набегаешься так что где-то в разуме сядь покури успокойся от спорта и вы знаете я помню я говорил маме писал письмо мама приду с армии точно брошу ну честное слово поверь мне ну обещаю пришел с армии мамочка вот до свадьбы вот девушка ждет вот распишемся поженимся брошу курить опять подвел подвел не сдержал слова потом помню ирина забеременела слушай ну хватит уже скоро ребенок родится чему ты научишь сына опять вот этому вот этой соски все дорогая клянусь обещаю только родишь сына мне возлюбленного на котором мое благоволение все бросаю родила а рабство продолжалось вы знаете всю эту жизнь до встречи с иисусом я был зависимый от этого рабства и знаете порой было стыдно когда ты просыпаешься ночью и ты не можешь заснуть без этой маленькой соски думаешь господи ну если ты есть дай мне эту свободу было у вас такое что-то так уже тебя достало надоело что ты уже не можешь с этим жить знаете некоторые люди хотят изменить в жизни и просят бога освободить их от любимого греха но знаете правда в том что бог никогда не освобождает нас от того что нам нравится только когда ты возненавидишь дьявола во всех его проявлений что такое алкоголь это дьявол в жидкообразной форме что такое дым сигарет это дьявол в газообразной форме как вода может быть в разных состояниях так же самое сатана он может в жидком состоянии он может в дымчатом состоянии и дьявол это та личность которая пришла в этот мир для того чтобы украсть убить и погубить здоровье семью все святое доброе просто растоптать и погубить знаете когда люди живут в таком постоянном состоянии греховного знаете переживания то рано или поздно это все их настолько достает что люди иногда с такой слабой психикой они даже не хотят жить суицид это результат того отчаяния которое постоянно есть в сердце человека и знаете это состояние людей которые без бога без бога они как лошадь на цирковой арене бегают 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 по замкнутому кругу до тех пор пока этот круг кто-то не разорвет когда не когда до тех пор пока не придет какой-то служитель там и и дрессировщик и разорвет этот круг тогда лишь бегущее животное выскочит из этого замкнутого круга так бывает и в нашей человеческой жизни так бывает всегда везде и во всем и вот знаете что интересно пророк исайя говорит люди прежнее время настолько унизила умолила нашу землю что народ вот просто ждал что появится маленький лучик света как бы в конце тоннеля вы были когда-нибудь в тоннеле видели когда вот поезд едет или вы пешком где-то проходили вот там где-то далеко 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 но появляется какая-то маленькая надежда на избавление маленькая надежда на спасителя помните многие израильтяне которые четыреста тридцать лет были в египетском рабстве они ожидали избавителя они ожидали когда моисей появился они под ну как бы просто стали другим народом потому что они увидели в нем как прообраз грядущего спасителя мессии и они последовали за ним они поддержали его да они потом роптали потом хотели его побить камнями но это объединила нацию это объединил народ что маленький лучик света и надежды кто-нибудь скажет на это аминь так и исайя описывает эту этот период или сезон человечества что прошлое время настолько унизила умолила землю завулонову нефалимову что грядущее время последующее время возвеличит страну галилею языческую возвеличит то есть даст ей новый какой-то импульс новый глоток свежести жизни будущее время они ожидали знаете что исайя пророчествовал пришествие иисуса примерно около 700 лет до его настоящего прихода 700 лет разделяла это состояние и каждый еврей своих молитвах утром на вечером они до сих пор даже просят мессию чтобы он пришел те люди которые не приняли христа являясь по национальности израильтяне они до сих пор мечтают о спасителе они во своих молитвах мессианских они говорят приди хамашех приди спаситель израиль утомлен и он ждет тебя но мы счастливые люди мы знаем что иисус уже был на этой земле они его еще только ожидают к сожалению мы уже ожидаем его второе пришествие аминь они его еще ждут только впервые это был план божий это было божье благоволение чтобы до определенного времени было на сердцах этого народа пелена было покрывало чтобы спаслось как можно больше язычников и тогда когда войдет в полноту спасение множество представителей языческого народа тогда написано откроется сердце евреев и они узрят того которого пронзили и скажут ты царь израильев ты царь мира и будет величайшее пробуждение среди израильского народа вы верите в это друзья вот почему мы молимся и благословляем израиль и просим чтобы господь настоящий бог израиля открылся его слепо слепому народу чтобы они открыли свои сердца для него ты умножишь народ увеличишь радость его он будет веселиться пред тобою как веселяться во время жатвы как радуется при разделе добычи смотрите и здесь пророчество о том что когда приходит мессия у людей начинается радость скажите радость радость спасения радость избавления радость искупления радость что закончилась гадость от этого приходит радость аминь что закончилась эта гадкая жизнь безысходная жизнь потерянная кончено пропитая прокуренная проколотая жизнь закончилась и наступает настоящая жизнь во христе иисусе аллилуйя вы знаете грех это как такая тяжелая железобетонная плита на шее на горбу ты несешь ее несешь ее и не знаешь насколько тебя хватит ты год несешь это рабство два три и ты уже уже как бы на полу вы видели наркоманов они все время на полу согнутых ходят почему уже эта плита их уже в могилу задавливает когда они начинали они еще так ходили все по стойке такие красавцы первый первый раз укололись выпили ах герой море по колено горы по плечу а потом через годы уже смотрит уже на полу согнутых ходит потом все ниже ниже и так прямо в эту могилу заходит и это плита уже становится надгробной плитой вы понимаете грех он уничтожает он раздавливает жизнь любого человека амэн любого человека раздавливает этот груз греха который знаете как здесь написано 4 стих ярмо тяготевшее его ярмо вы когда-нибудь видели вот это вот знаете животное вот лошадь там или волк или бык они управляются этим хомутом без этого хомута они настолько ну как бы не приспособлены к жизни и вот знаете как будто дьявол сидит и управляет грешником незримо невидимо но сатана если он словил хомут греха человека он сделал его рабом все человек лишен свободной воли мало ли что ему не нравится мало ли что у него как бы где-то есть внутреннее сопротивление дьявол просто уничтожает всякое сопротивление и он говорит ты раб и ты будешь делать то что я тебе прикажу вы знаете те люди которые всю жизнь в этом ярме или в кандалы когда-нибудь видели в исторических фильмах как в былые времена заковывали людей в кандалы это такая деревянная с двух сторон застелкивающаяся такая деревянная штука шея руки и от шеи от рук идет еще цепь на ноги и там как запястья и человек он полностью подчинен воле того кто его заковал знаете такое состояние тяжелая ноша ты ничего не можешь сделать ты полностью зависим от кого-то ты полностью воле чужого человека да внутри ты можешь как бы бунтовать но ты ничего не можешь сделать ярмо тяготившая тебя долгие годы смотрите оно будет и трость притеснителя его ты с большой буквы господь сокрушишь как в день мадиама господь он сокрушает вот это вот ярмо вот эти вот все рабские наши человеческие вещи которые мешают нам быть счастливыми в своей жизни бог разрывает это ярмо бог освобождают христос говорит я пришел выпустить измученных на свободу я пришел провозгласить юбилейный год когда все должники становятся свободными я принес лето господне благоприятное для каждого кто уверует меня начинается новый сезон жизни когда рабство уходит когда грех и господин греха уже не имеет над тобой никакой власти вот почему мы радуемся как при разделе добычи как при сборе урожая когда мы приходим в божий дом мы не приходим с такими нылым кислым видом что как будто нам нету причины для радости друзья если человек рожден свыше он будет всегда радоваться когда у него появится возможность славить бога потому что кому много прощено тот и больше любит говорил христос сейчас когда вы узнали о настоящем смысле и значение рождества христова я хотел бы предложить тем людям которые еще никогда не произносили этой молитвы покаяния совершить в конце этой программы этот важный акт священодействия когда мы открываем свое сердце для христа и приглашаем его родиться в нашем вифлееме вифлееме нашего сердца откройте свое сердце сейчас там где вы находитесь и возле экрана телевизора повторите слова этой простой молитвы покаяния дорогой небесный отец я верю что я грешен я верю что я нуждаюсь в твоей милости и прощение войди иисус в мое сердце родись для новой жизни внутри меня я хочу познать тебя я хочу искренно посвятить тебе всю свою жизнь на этой земле ты мой господь ты мой спаситель а я твое дитя благодарю тебя за дар вечной жизни за рождение иисуса в моем сердце мой великий бог отец сын и дух святой друзья если вы сказали эти слова от всего своего сердца господь записал ваше имя на небесах ангелы зафиксировали этот день вашего рождения свыше потому что новая природа будет внутри вас не природа адама которая постоянно заставляла вас грешить а природа господа будет внутри вас и вы будете с этого дня жить совершенно другой жизнью вам необходимо делать некоторые важные вещи читать слово божье она будет открываться вам вы будете видеть примеры для подражания в каждом стихе нового завета читайте слово божье от него вы возрастете в духовный возраст настоящего христианина второй момент вы можете молиться своими словами говорите вашему небесному отцу все чтобы вы сказали своему земному он теперь слышит вас третий важный момент найдите поместную церковь и станьте частью этого собрания верующих людей потому что одному не справиться со всеми обстоятельствами и атаками этой земной жизни вам нужна семья духовная семья божьих детей и четвертый совет смотрите наши программы участвуйте вместе с нами во всех этих великих делах которые господь делает по всему лицу земли через теле христианский телеканал через телевидение и пусть ваше сердце всегда пламенеет в любви к господу мы любим вас с вами был юрий канвалов и программа последнее время аминь аминь а а а а а и а а Субтитры создавал DimaTorzok